Здравствуйте! Сегодня разберем псалом номер шестьдесят «Перек самых». Это пророческий псалом о воинах мессианского времени. Первый пасук. «Ламнацех альшушан идут михтам ледавит ле ламед». Шушан это вид инструмента. Шушан идут это шушан свидетельство буквально. Михтам это вид псалма. В конце пасука ле ламед дабы научить, дабы уведомить на будущее, о грядущих событиях. Второй пасук. В то время, когда возникла расприя с Арам Нагараемом и Арам Цова, и вернулся Юав, и поразил Эдом в Гемелахе. Двенадцать тысяч воинов Эдома пали. Легацот. Легацот. Корень нун цади алиф, нун цади гей. Этот корень означает расприя. Легацот в Гефиле, нун пропадает. Легацот это вызвать кого-то на расприю. То есть кому-то бросить вызов. Бегацот, когда Давид бросил вызов Арам Нагараему и Арам Цова, это две части Арама, две части армей. Арам Нагараем это северный Ирак, там где двуречи, там где течет тигра и фрат. А Арам Цова, это более южная часть Арама, это практически территория современной Сирии. Современная Сирия и север Ирака, это был раньше Арам. Расприя, о которой идет речь, то есть вызов, который Давид бросил Араму, связан в ответ на былое вмешательство Арама воины евреев и царя Кушана Решатаема. Это описано во второй книге Шмуэля. Значит, тогда был, по комментарию Раши, нарушен союз с Лаваном во взаимном немешательстве. И оков с Лаваном заключили, мы это помним, союз. И поскольку, значит, был нарушен со стороны Арама, то возникла возможность, значит, ответной акции Давида. В это время выступил на помощь Араму и Дом. Значит, они объединились друг с другом и решили поразить Израильское царство. И Юав, военачальник Давида, отвел часть войск назад, на юг, по направлению к Эдому, и сразился с ним в Геймелахе. Геймелах – это буквально, значит, долина соли. Гей – долина, лощина, узкая долина, Мелах – соль. Значит, где-то в районе, скорее всего, Яма-Мелах, уже там и находился Эдом, в Геймелахе, Юаву удалось разгромить наступающее войско Эдома. И, значит, вот с огромным количеством потерь Эдома. Эта война Давида – прообраз воин мессианской эпохи. Вот об этом времени пророческий повествует Псалом. Так как это изложено в книге Шмуэля, там есть соответствующие намеки. То есть это не простая война. Не просто так Давид решил взять реванш у Арама, то есть ответить ему на былое вмешательство. Это был как бы законный предлог, но сам смысл всех этих войн – это войны прообраз грядущего времени, грядущей эпохи. Конца времена, собственно говоря. Третий Псук. Здесь в следующем Псуким идет речь о том, о жалобах на тяжелое положение, на какие-то превратности, несчастья, которые были. Это лишний раз показывает, что речь идет именно о грядущих временах и о подведении итогов мировой истории. Потому что в контексте данного Псалма, удачной войны с Арамом и Эдомом, это было бы немножко, как-то не соответствовало бы. Если у че есть особый пророческий характер Псалма, то этот диссонанс уходит. Итак, переведем. Бог, ты оставил нас, поразил нас, прогневался. Лизнох – это забросить, оставить без внимания. Лифроц – это пробить, пробить брешь, то есть вызвать какое-то поражение, лишить силы. Анафта – гневался. Глагол означает гневаться. Леянов. И теперь просьба тешевев на оно. Лешевев – это дать отдохновение, успокоение, отдых. Это связано с ячейкой шинбейт, связано с всякого рода, значит, такими, спокойствием. Спокойствием отсюда глагол лошевит, ешев, сидит. Шаббат, шавет, значит, пребывает в бездействии, отходит от дел. Лешевев – это дать возможность, это не в полном смысле слова успокоения, отдохновения, как лишь бот. А дать возможность, как-то приятно провести время, дать выход силам, в более спокойной обстановке, чтобы все было гармонично. Об этом идет речь. Тешевев лану. Дай нам раздолье, если можно так выразиться тоже. Четвертый послуг. Я прошу прощения, оговорился. Ер ашта эрец, пцамта, рефаш варега химата. Ер ашта ты сотряс землю. Лера аш – это шум. Ер ашта леар иш означает что-то такое мощное, какое-то воздействие, шум, с грохотом, сотрясение. Вот можно сказать, потряс, сотряс. Ер ашта эрец, левцом, редкий глагол, означает раздробить. Ячейка пейцаде означает всякого рода разделение, раздробление, расколы. Значит, известно слово лефацец, значит, взорвать, сделать так, чтобы взорвалось, отсюда пццаца, бомба. Левцох, раскалывать. Значит, ячейка пейцаде, корни, начинающиеся на пейцаде, они говорят о всякого рода разрушениях. Значит, и, в частности, левцом раздробить. Значит, ер ашта эрец пцамта, ты, значит, сотряс землю и раздробил ее. Умеется в виду, значит, дан случай аллегорически. Рефа шварега химата. Исцели ее разломы, ибо она рухнула. То есть, она рухнула или готова рухнуть. Рефа здесь пишется без алифа. Обычно этот глагол с алифом означает лечить, мы знаем. Рефуа пишется она через гей, но читается точно так же. Рефа есть какие-то или близкие глаголы, или какие-то есть свои причины для этого, почему вместо алифа гейт. Значит, на чтение, на звучание это не влияет. Шевер это разлом, перелом, какие-то, значит, вот такие вещи. Раны. Рефа шварега химата. Ламот это означает, ламот означает пошатнуться и рухнуть. Легитмотет это обрушится, а мата это вот она уже готова обрушиться, уже накренилась. Пятый пасок. Гирита амха каша. Гишкитану яинтер эла. Ты показал народу своему тяжелое, что-то, нечто тяжелое. То есть, поставил тяжелую какую-то ситуацию. Напоил нас вином отравой. Гирита вместо герета, обычная форма герета. Здесь, значит, из-за влияния рэша и так далее. Герета. А здесь более такой редкий вариант того же самого глагола, той же формы. Гирита. Каша это нечто тяжелое. Здесь прилагательное субстанциализируется. То есть, воспринимается как нечто такое вот, как некое абстрактное понятие. Нечто тяжелое. Тяжесть. Легашкот паица гишкитану. Ты нас напоил. Яинтер эла. Тар эла от корня рааль. Рааль это отрава. Тар эла, значит, то же самое. Яинтер эла. Вином циры отравой. Это не смехут. Иначе было бы яинтер эла. А два как бы слова через черточку. Яинтер эла. Шестой пасук. И в конце концов имеется в виду, дал ты боящимся тебя, боязненным, некое, значит, проявил, дал чудесное знамение, дабы вознестись духу нашему, во имя истины. Нес – это знамение. Это слово Нес означает нечто поднятое. Вот древко знамени Нес. Отсюда и знак какой-то. В переносном смысле слово знак. Знак и чудесное знамение, чудо. Значит, Натат или Рээханес дал, значит, и такую возможность. И дальше идет созвучный глагол. Легитносес. Дабы подняться. Воспрять. Дабы воспрял дух наш. Нес легитносес. Слово Кошет имеет, значит, в современном языке переводится как «правда», а более точное значение – это стройность, соответствие цели. Отсюда Лекошет – это украшать. То есть сделать что-то, придавать какой-то вот такой окончательный вид, окончательный отдел, Калекошет. По-арамейски Кушта – это правда. То есть стройность, гармония, соответствие – вот такое значение имеет. В иврите Кошет реже встречается. Значит, то есть во имя соответствия цели мировой истории, достижения этой цели, Мипнай Кошет, ради этого ты дал нам возможность в конце, после всех треволнений и бедствий, возможность воспрять духом. Седьмой послук. Дабы было, значит, спасение, избавление друзьям твоим, ну, современные друзьям твоим, значит, близким тебя, любящим тебя, езедеха. Дабы, значит, они, значит, изволение какое-то получили, спаси их рукой своей и ответь мне. Ле-халец – это выдернуться откуда-то, лахлоц – это выдергивать. Мы знаем отсюда махлец – это штопор. Ле-халец – это спасать, то есть дать возможность выдернуться из какой-то неприятной ситуации. Это в пи-эле, а в неф-а-ле – это спастись. Ле-ман – ехалцун – еди-де-ха. Го-ше-е-мен-ха – здесь бессоюзное управление. Вместо го-ше-би-мен-ха – своей, значит, десницы – просто емен-ха. Без предлога, но когда совершенно очевидно значение, то предлог может опускаться в Танахе, особенно в псалмах. Ва-ан-э-ни – и ответь мне. Пишется вав, читается йод здесь. Если бы читался вместе с вавом, было бы ва-ан-э-ну – и ответь нам. Здесь есть, значит, особая какая-то кавана, почему именно ответь мне, говорит Давид. То есть с намеком и нам, и мне, как бы мне за нас, как представителю, значит, всего народа. Восьмой пасук. Начиная с этого псалма, с этого пасука, до конца псалма, текст перекликается с окончанием псалма 108-го. Там у них, значит, общие такие, очень близкий текст. Слова, которые здесь приводятся, это с одной, по пшату, по простому смыслу, это воины Давида, и, как бы, от имени Давида говорится, а по намеку, по рамезу, это слова самого Всевышнего. Здесь, как бы, такое вот единение Всевышнего и его помазанника, Машеха. Значит, «Элуким дибербекотшо» – то есть Бог говорил в святости своей, через Руаха Кодыш, через Дух Святости к Давиду это пришло. По простому смыслу речь идет в данном случае о каких-то географических моментах, географических понятиях, но здесь очень важен ремес, намек. Слово «Шхем» намекает на энтузиазм, порыв какой-то. Оно связано со словом «Легашким». «Легашким» – это «встать рано утром». «Гашкем» – «бабокер», «рано утром», «встать, полный сил». И вот слово «Шхем» – оно как раз и обозначает какой-то вот такой порыв энтузиазма. Значит, распределю я порыв, энтузиазм, энергию, то есть наделю энергией всех, от имени Всевышнего, значит, всех сынов Израиля, от имени Давида, значит, его подданных. То есть, как бы, вот эта духовная энергия, она разойдется по всем, каждому, значит, своя доля. «Ве эмек сукот амадед». «Сукот» – это, значит, множество слова «сука», название праздника. Это намек на уверенность, на глубину веры, уверенности в помощи. Ну, мы знаем, значит, символика праздника «сукот». «Прибывание в суке» – это, значит, ощущение окружающей тебя со всех сторон, со сторон помощи свыше. Слово «схах» означает «укрыть», «сакех» – это «укрывать». Так что символика сукота – это именно вот такое вот укрытие. Так вот, значит, я наделю всех силой и проверю глубину их веры, их надежности, как они себя будут при этом вести, как они будут проявлять вот эту вот обретенную ими силу. Уверенность в помощи свыше. «Амадед» – измерю, промерю. «Меда» – мера, «Лимдот» – здесь «Пиэля», «Ламадед» – промерить, выяснить. Девятый пасук. «Ви гилат вели минаше, ве ефраем маоз роши, егуда махокики». «Гилат» – это «Заиордания», это те земли, которые, значит, намек на уделы колена Гады Реувена. Там непосредственно колена Гады, южнее колена Реувена, значит, намек на это, на те два колена, которые жили за Иорданом. Здесь идет общий обзор, краткий такой конспективный, колен Израилевых, которые в эпоху Машеха должны объявиться и возвратиться и соединиться вместе. Значит, намек на Гилат, Гады Реувен, Менаше, эфраем, значит, предводители сыновья Юсефа, предводители колен, которые увели, значит, 10 северных колен без гнания. И все они должны возвратиться к егуде, егуда махокики, егуда законодатель мой. Буквально перевод, значит, мне принадлежит Гилат, Менаше и Эфраем, Менаше и Менаше, Эфраем маоз роши, то есть опора, сила, значит, головы моей, на то, на что можно преклонить голову, опора для головы, егуда махокики. И лехокек, а слово хок, закон, лехокек, это быть законодателем. Егуда махокики, законодатель мой, то есть от моего имени издает законы. То есть егуда, как символ открытого еврейства, не пропавших колен, еврейство, несущего Тору, несущего религиозный закон, здесь подчеркнутый, и так он назван аллегорически махокики. Десятый посук. Значит, по простому смыслу, муав, то есть имеется в виду земля муава, сир рахцы, то есть то, где моют посуду, некий такой вот котел, умывальный котел, котел, где моют посуду или моются, котел умывания, сир рахцы. А ледом ашлих наали, наедом я пошлю, то есть наложу как бы обувь свою, нааль. Обо мне плещет, то есть филистинские земли, вострубят. Леги троэа вострубить. Троа, трубление. Легария, это значит трубить, а леги троэа раструбить, в усиленном таком вот, усиленный смысл. С другой стороны, здесь интересные ремезы. Значит, муав, намек на живущих потребностями целесными, потребляющими что-то. Муав имеет корень йот, алиф, бейт. Мем, это приставка. Значит, этот корень практически такой же, как в слове теавон. Теавон, это аппетит. Теавон, аппетит, близкий корень там с чередованием бейтваав, таава, страсть. То есть вот на такие вещи намекает слово муав. То есть какие-то живущие потребностями, страстями целесными. Они будут отмыты от жажды земного. Значит, муав сиррахци. То есть вот это вот начало, оно будет отмыто в этом умывальном котле. Будет стоять задача все это дело убрать, все эти низменные стремления. Эдом, это символ стремления к власти на земле, властолюбие. Мы знаем, значит, эсаф, эдом. Значит, он будет подчинен власти неба. Вот это вот стремление к властолюбию. Будет подчинено власти неба. Ашлих наали. Нааль, это сандалия, это туфля. То есть он будет находиться под. Значит, в таком... В подчиненном положении. Это аллегория подчинения. А кроме того, лин-оль, корень лин-оль, означает запирать что-то. Запирать, завязывать. Поэтому нааль первоначально это было нечто вроде сандалии, которая как-то завязывалась вокруг ноги. Вот, значит, слово нааль тем самым указывает на какие-то запреты. Запреты, то, что завязано. Как асур, перевязано-завязано. Таким образом, будет запрет на проявление властолюбия. Ашлих наали. Потому что здесь слово ашлих, пошлю, оно как-то лучше ассоциируется именно с ремезовым значением. Нашлю этот запрет. Потому что если бы туфли, так поставлю, помещу. Теперь плещет. Филистимские земли происходят от глагола лифлош. Лифлош – это вторгаться, плеща – вторжение. Плещет – это завоеванная, оккупированная земля. То есть народы моря завоевали, отвоевали этот самый кусок прибрежную полосу у народов Ханаана, живших там. То есть они вторжение совершили. Итак, плещет – это символ вторжения, узурбации. И в данном контексте лжемессианство, всяких лжемессианских стремлений. Стремление выдавать себя за представителя исторического мессианского процесса. Претензии на чужую роль. Итак, а лай, плещет, гитроа. И это, с одной стороны, значит, вот это вот стремление, оно будет, точнее скажем так, корень «рэш айн». Есть два близких корня. «Рэш айн айн» и «рэш ваф айн». И здесь намек на оба эти корня. «Рэш айн айн» – это того же, от этого корня происходит слово «зло». И означает «расшатывать что-то». «Рауа» – «расшатанный». Зло – это нечто, расшатанность какая-то такая, нестройность, нарушение гармонии. А корень «рэш ваф айн» означает, мы уже об этом говорили, «вострубить», «легария», «троа». Так здесь, значит, по «рэмезу» имеются в виду оба значения. Гитроаи – «расшатается», то есть это стремление к узурпации, плещет, «расшатается», благодаря непосредственному вмешательству знаком свыше. А с другой стороны, то положительное, что в этом было, то есть не стремление присвоить чужую роль, а стремление к этой роли, устремленность к этим идеалам, оно наоборот вострубит. Так что здесь можно двояко понять по «рэмезу». Вострубит, то есть признает истину, признает истину Машеха и присоединится к нему. Одиннадцатый послук. «Ми ёвилени Ирмацор». «Ми нахани адедом». Раша говорит, что по «рэмезу» имеется в виду Ирмацор – это Рим. Буквально город осады. Город осады можно понять двояко. Город осаждающий или город осажденный. То есть Рим был в положении осаждающего, разрушил храм и так далее. Римский галут эдом, а в конце концов он должен быть осажден. «Ми ёвилени Ирмацор». «Кто меня к этому приведет, к этой окончательной победе?» «Ми нахани адедом». «Кто приведет меня» – это как продолжение вопроса – «до эдома». То есть в данном случае это будут синонимы эдом и Ирмацор. Или второй существует комментарий. «Кто приведет меня к Ирмацор?» Значит, это тот, кто подвел меня, привел меня к эдому. Здесь намекается на победу над эдомом, одержанную Йоавом, военачальником Давида, о котором говорится в начале псалма. Тогда это можно таким образом воспринимать. Это даже более такой интересный получается комментарий. «Кто же приведет, кто же даст мне все эти победы?» «Тот, кто дал мне победу над эдомом». То есть Всевышний. Тогда это будет первая часть пасука в будущем времени, а вторая – в прошедшем, в полном смысле слова. Двенадцатый пасук. «Галоата элогим знахтану, белоты цэ элогим бецевотейну». И здесь, значит, идет опять жалоба Давида на ситуацию, которая была как бы накануне, до того, как все эти силы, источники будут раскрыты. «Ведь ты же, Бог, оставил нас. И не выходишь, Бог, с войсками нашими, в армиях наших. Цава армия, в армия войска, бецевотейну, значит, с нашими войсками. То есть ты не помогаешь нам в битве». Тринадцатый пасук. «Гава лану эзрат мицар, вешавт шуат адам». «Дай же нам спасение от неприятеля, ведь напрасно надежда на спасение от человека». «Гава лану дай нам эзрат мицар». Здесь, значит, форма эзрат вместо эзра. Форма смехутная, хотя дальше идет не смехут, но эти два слова тесно связаны. В таком случае в псалмах встречается форма смехутная. Вместо эзра мицар, эзрат мицар. «Шаф» — это пустое, ненадежное, суетное. «Шуат адам». То есть «Шуат адам», спасение, полученное от рук человека, оно ненадежно. «Памоги нам свыше ты сам». И последний, четырнадцатый пасук. «Белогим наасэ хаэль». «Вегу явус царэйну». С помощью Бога мы проявим силу свою, то есть это будет сила, идущая от Бога. И Он разгромит врагов наших. Хаэль — это сила, мощь. «Насэ хаэль», значит, мы будем одерживать победы, проявлять свою силу. «Лавус» — это разгромить, нанести поражение. «Вегу явус царэйну». И именно Он, благодаря Его силам, непосредственному вмешательству, если необходимо, значит, наших недругов разгромит. На этом мы закончим разбор шестьдесятого псалма.